Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. И давайте узнаем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня по Карачаевой Черкесии переменная облачность. Местами кратковременный дождь с грозой. Ночью в отдельных районах ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Ночью по республике температура воздуха будет от 9 до 14 градусов со знаком «плюс». В горах 3,8 тепла, днем плюс 17, плюс 22 градуса. В Черкесии переменная облачность. Ночью и утром кратковременный дождь с грозой. Ветер западный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до отметки плюс 21. Сегодня Международный день музея. В период пандемии был непростым для этой сферы. Но республиканский музей ни дня не прекращал свои работы. Готовились экспозиции, проводились онлайн-выставки. Чем сейчас живет музей, узнавала шерифат Лепшокова. Больше чем музей. По таким названию в Черкесске проходит выставка, открывшаяся во время традиционной акции «Ночь музеев». До полуночи у всех желающих была возможность бесплатно познакомиться с уникальной экспозицией. От первых фотоаппаратов до современных гаджетов. А с прошлого года в соседнем здании впервые начала действовать постоянная выставка, посвященная культурному наследию республики начала 19-20 веков. На ней представлены изделия из дерева, ритуальные маски, женские пояса, украшения, кинжалы и особая ценность – платки 19 века. Открытие зала стало настоящим подарком для ценителей старины. В этом году уже в Краевическом музее появятся две новые экспозиции – музыкальная со старинными инструментами и археологическая. Археология – это, конечно же, то, чем мы можем по праву гордиться. Это Шилка, это VII век, это X век, это наши находки с Нижнеархейского городища. Мы до этого проводили в картинной галереи выставку, международную выставку, на которую приезжали китайцы. Они были в восторге от наших экспонатов, от наших материалов, что у нас имеется в наших фондах. Естественно, керамика, естественно, археология. Там она включает в себя и оружие, и украшения, и предметы быта. Предварять экспозицию будет косметический ремонт. К концу лета планируется открыть полномасштабную выставку. На сегодняшний день в зале Краевического музея представлена флора и фауна республики. Посетители музея могут познакомиться с миром животных и пернатых, избравших для своего проживания горы Карачаева-Черкесии. Есть здесь и главный символ – зубр. В музее планируют сделать его изображение визитной карточкой. Без сомнения привлекут внимание посетителей и древние окаменелости. Камни редкие бывают, сплавы и металл в них, есть драгоценные камни. То есть особенность в этом окаменелости различных, кстати, вот здесь даже и окаменелости нашего медведя, древнейшего медведя. Вот челюсть здесь имеется. Опять же, живности – это первые, скажем так, живые организмы, которые были на планете Земля. По словам руководителя музея, наряду с археологической и музыкальной экспозицией, в этом году планируется открыть для посетителей и Красногорскую башню. Будет разработан проект по созданию там экспозиции. Ожидается, что башня станет особым местом притяжения. Здесь будут проводить встречи, культурно-массовые мероприятия. А в скором времени приятное новшество планируется ввести для жителей и гостей Черкеска. Галереи и музеи, расположенные по улице Первомайской, летом продлят свою работу в вечернее время. Шрифат Лепшокова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Из-за пандемии изменились многие планы на летний отдых. Границы закрыты и угроза заразиться коронавирусом все еще остается. Мы узнали у жителей нашей республики, как они планируют провести лето. В горах Архыз, Дамбай, здесь поместилось. А вообще планировали уехать в Вести Карачаев? Нет, брат, здесь дома. Лучше дома нехали ничего. Хватает горы, Дамбай, Архыз, речка. Здесь семью и дома. Лучше наших местных в Севере нет. У нас, в республике. А вообще планировали уехать там и загонять, может? Нет, я вообще люблю у себя отдыхать. В Архызе, Тиберде, в долине Аксау-то у нас есть. Там и отдыхаем. С внуками. А куда вы едете вообще? Ну, в Геленджик сейчас же некуда больше ездить пока. Еще есть хорошее место, Большую Триш. А вообще планировали уехать, да? Да, да, на море обязательно на две недели хотя бы. Планировали за границу уехать? Нет, нет, за границу мы не ездим. Мы только по месту отдыхаем. В Кипово-Сиповку обычно туда ездить. А вообще вы планировали за границу приходить, если бы был бы либо оттуда? Ну, обычно в Турцию, так как там и лучше сервис, и по целям нас вставили. Ой, мы уже пенсионеры глубокие. Ну, а как планируете сюда провести? Как будете отдыхать? Хочется отдохнуть, конечно. Будем на зеленый остров ходить. Будем наслаждаться красотой, что у нас внизу сделано на зеленом острове. А не планировали уехать куда-нибудь? Уехать тоже хочется, но пандемия как себя поведет, мы посмотрим. Вот так. Лето провести? Никак работать. В основном работа, дом-дома работа. Именно так. Наш земляк, директор Ногайского государственного театра Валерий Казаков, избран председателем Высшего совета Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России. Также на Крым-Шамхаловских чтениях Валерию Саперовичу вручили медаль за выпуск спектакля «Бессмертный полк». И сегодня он расскажет моей соведущей Белле Джозаевой об основных задачах, которые стоят перед их организацией и историей создания спектакля. Белла Джозаева и Валерий Казаков уже в студии. Доброе утро всем. Доброе утро, Валерий Саперович. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. Конечно, я сразу хочу поздравить вас с такими хорошими событиями, которые произошли в вашей творческой жизни, как то, первое, вас избрали на должность председателя Высшего совета Федеральной национально-культурной автономии Ногайцев России. Но если шутить, то можно сказать, что вы теперь главный Ногайец России. То есть, хотелось бы, конечно, прежде всего узнать об этой организации. Это общественная организация. Чем она занимается? Какова основная цель, деятельность вашей автономии? Ну, цель, это действительно общественная организация. Цель сохранения языка, обычаи, традиций, культуры Ногайского народа. Экстерриториальное объединение народа. Ногайцы, шести субъектах Российской Федерации мы проживаем, являются коренными, в то же время малочисленными народами. Вот шести субъектов Российской Федерации, коренные. Это Астраханская область, Республика Дагестан, Ставропольский край, Карачаево, Черкесия, Чечня, по-моему, Крым. Еще Крым. Крыму. Вот. И экстерриториальное объединение, значит, задача такая. И гармонизация межнациональных отношений. То есть, нагайцы проживают в больших таких, вот как в Дагестане, да, много народов, Карачаево, Черкесии, там. Среди вот этих народов проживает, значит, гармонизация межнациональных отношений. То есть, мы как бы взаимопроникновение культуры. И в то же время сверхзадача сохранить свой язык. Сохранить язык, свою родную литературу, родной язык, изучение. Где онлайн, где, значит, в школах, где преподают, значит, это... Ну, у нас в Карачаево, Черкесии. Это, значит, мы в государственных школах преподаются языки. В Дагестане. Ну, в других регионах таких вот обязательных школьных этих нет. Но так изучаются, да, языки. Ну, сейчас, по крайней мере, стараются изучить одни языки. Но сейчас вот мы работаем над этим. Может быть, национальная культурная автономия, она наделена уставными, уставные наши задачи. Мы можем создавать негосударственные, значит, школы, там, можем, детские садики, там, и так далее. Вот сейчас вот вопросы, значит, прорабатываются вопросы издания учебников на эти регионы. Программ, что там, учебно-методические программы, нужно как преподавать, правильно преподавать. Подготовка кадров преподавательских. Это у нас в Карачаево, в Черкесии у нас в городе Карачаевске единственный университет, где преподается, значит, высшее образование. У нас в Черкесии здесь в городе предучилище. Вот. Других, к сожалению, в субъектах нет этих заведений. Ну, и здесь тоже особо, так, значит, будем говорить, особо не переполняется. Где ваши съезды будут проходить? Автономия где базируется? У нас, ну, мы сейчас, в настоящее время в республике Дагестан, сейчас зарегистрировано, это в 15-м году было. Но сейчас мы получили офис в Москве, Шепкино-22, центр будет перемещаться, значит, в Москву, будет перемещаться, как равноотдаленные от... От всех регионов. Да, да, да. Ну, Нагайцы, я же говорю, в шести субъектах проживают, но и в то же время других субъектов, такие как Якутия, северные эти, Уренгой, Норильск, там сейчас местная национальная культурная автономия есть. Вот от Санкт-Петербурга и так далее. Ну, еще в многих местах еще не созданы, но уже потихоньку местные сейчас создаются, региональные. У нас сейчас три региональных национальные культурные автономии, это Республика Дагестан, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край, три региональные. Два, вот, Карачаево-Черкесия и Ставропольский край пока сейчас, Федеральный национальный культурный автономий. состав. Ну, надеемся, в скором будущем и Ставропольский региональный войдет в состав Федеральной Центральной Культуры и Автономии. Ну, и в других, в Астрахани сейчас, значит, создаются местные национальные культуры и автономии с перспективой создать региональные, а потом они тоже, значит, войдут в состав Федеральной Центральной Культуры и Автономии. Насколько я знал, в вашей жизни еще одно отратное событие произошло. Вы получили медаль на Крым-Шамхаловских чтениях. Насколько я понимаю, это за ваш спектакль «Бессмертный полк». Да, под номинацию именно как драматургия «Бессмертный полк», если погасит очаг, называется литературное, если погасит очаг, действие. Произведение. Театральное действие, если погасит очаг, «Тандр Сен-Се» называется. Это момент, когда выселяли карачаевцев, и состав Кавминвод когда-то отправлялся через Аул Канглы. Значит, вот там был остановлен эшелон, под видом, что тормоза горят, и люди с завода приносили. На реальных событиях основано. Это реальные, документальные. Да, это очень-очень тяжелая книга, трогательная о человеческих судьбах, и я думаю, по праву вы получили эту медаль. Да, ну, дело в том, что там это реально, я эти семьи хорошо знаю, и сейчас вот этого главного героя дети в Канглах живут, и наши родственники тоже. Ну, это же народы Карачаева, Черкесии, они там между собой побратимы еще до, еще во время царского куначества там эти были. Это народы, они пережили это. Это было общее горе, да. Горе одного народа обязательно он перекликается с горем другого народа. Да. Ну, что ж, я благодарю вас за участие в нашей программе и поздравляю вас с заслуженными наградами, с избранием на эту должность почетную и желаю вам дальнейших творческих успехов. Спасибо вам. Спасибо и вам. Спасибо нашей гостиной. Ну, а мы продолжаем выпуск. Астемир Борсов молодой талантливый педагог дополнительного образования, который за пять лет своей профессиональной деятельности в качестве учителя завоевал сердца своих учеников и успел стать для них больше, чем наставник. Он учит разным техникам рисования и лепки, тем самым прививает художественный вкус, помогает им увидеть красоту и в себе, и в окружающем мире. Сорт с творчеством учеников Сансея познакомилась Фатима Даурова. Найти преподавателя, который будет открыт к позитивному общению, это удача для обучающегося. Такой учитель прерывает свои объяснения, чтобы ответить на вопрос, не боится вести диалог и отвлекаться от академического изложения темы. Он весел, доволен своей профессией и не устает пересказывать одно и то же в поисках нужных слов для каждого ученика. Астемир знает, как важно новичку получать одобрение своих трудов, поэтому уважает творческий поиск самих ребят. Он не говорит загадками, вместо непонятных выражений ученики слышат конкретный совет. Где поднять линию, изменить угол, а где сделать шире овал. У хорошего преподавателя нет двух одинаково рисующих, лепящих учеников. Даже если целая группа рисует один натюрморт, в каждой работе сохраняется индивидуальность автора. У Астемира знания не подменяются манерой. Все зависит тоже от ребенка, от характера. С каждым работаю индивидуально. Нельзя сказать, что всем одинаково это объяснять не получится. Поэтому работу выбираем, что больше детям нравится. Я им даю свободу выбора, поэтому говорю, что сегодня хотите сделать, когда уже работу новую начинаем. И дети уже смотрят, выбирают. иногда в интернете смотрим, иногда сами придумываем. Вот уже пять лет Астемир работает в Хабесском центре творчества детей и подростков. За это время молодой преподаватель успел заслужить любовь своих учеников, уважение их родителей и высокую профессиональную оценку коллег по творческой мастерской. Можете обратить внимание на эту выставку. Выставка персональная педагога дополнительного образования Борсова Астемира Заудиновича. Он у нас педагог, мастер, наставник, увлечённый своей работой, свою увлечённость передаёт детям. Дети тоже занимаются с большим интересом. Некоторые как хобби, другие выбирают себе профессию. В прошлом учебном году девочка педагога Астемира поступила в Краснодарский художественный университет и тоже начинала как хобби. А вышло, что она выбрала себе профессию. Мы видели, что у ребёнка есть таланты, но какие, куда её направить, не могли определиться. Один день она попросилась к Астемиру Заудиновичу. Она говорит, у нас появился в школе такой педагог. Ну, хорошо, посмотрите. В первый же день она пришла домой с готовым изделием. И, конечно, мы поняли, что раскрыли скрытые таланты ребёнка. Естественно, отправили без сомнений к нему. Как родители я в ней замечаю, что она стала внимательнее, что больше привязана стала к культуре и что она хочет больше заниматься искусством. Но, когда твой ребёнок ходит с удовольствием на эти кружки, это говорит о том, что преподаватель с ними хорошо занимается. Ученики Астемира Борсова активные участники, победители и призёры конкурсов детского творчества разных уровней. Эти удивительные фигуры и композиции слеплены маленькими ручками. Кто-то тратит на своё произведение день или два, а кто-то целый год трудится над каждой деталью, чтобы в итоге получилась такая красота. Гончарное ремесло усваивается детьми с интересом. Асиат и Снежана, две подружки, которые решили после кисти и холста научиться декоративной лепке. «Именно здесь я получаю вдохновение, мне это очень нравится, я люблю то, чем я занимаюсь. У меня работает фантазия, я знаю, что мне нужно сделать, как всё сделать. Такую профессию я бы не выбрала, у меня есть хобби, которым я буду заниматься, и мне кажется, очень долго. за три года у меня работы, ну, большая работа на рисовании, а сейчас это легко». Человек, несущий детям красоту мира искусств, уже выбрал свой путь. Теперь же он помогает осваивать детям тропинки, которые в лучшем случае для них могут стать профессиональной дорогой в будущее. А если они выберут другой путь, тонкое эстетическое восприятие мира, привитое учителем и наставником, поможет детям видеть прекрасное в простом и наслаждаться этим. Фатима Дорова, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия, Хабецкий район. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов. Ну, а в 14.30 смотрите информационный выпуск Вестей с ведущим Ашемезом Пхешховым. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Перенестись во времени просто. Никогда прежде музей не был таким реальным. Здесь начинают чаще биться сердца. Здесь мурашки по коже. Здесь понимаешь истинную цену жизни. Пройди этот путь. Проживи это время. Музей Победы. Экспозиция «Подвиг народа». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова